Частичку себя теряешь, когда близкие исчезают из твоей жизни и хотят... Странное ощущение... Всем привет! С вами Эмиль, теперь не просто Айманов, это, собственно, моя фамилия. Сразу заранее подписывайтесь на канал, потому что теперь это основной канал. Того канала у меня нет больше, и мы будем продвигать этот. Что будет в сегодняшнем ролике? Давайте по порядку. Почему меня не было полгода, даже, возможно, больше? Какие у меня планы по творчеству, по этому каналу, и в целом, какие у меня планы по моим действиям в медиасфере? Короче, мне Аля запрещала выдавливать прыщ, он пипец как созрел, ужасно болит. Я думаю, что, скорее всего, у большинства зрителей он забирает слишком много внимания, поэтому нужно что-то сделать. Все, теперь я хэппи. Все, спасибо, помощница. Теперь нормально, не отвлекает. Начать я хочу со своих планов и мыслей по поводу моего будущего, чтобы, собственно, оставить самое интересное чуть попозже. Планы такие. Я создал новый канал, собственно, которым вы сейчас смотрите это видео. Буду стараться делать контент, возможно, не такой масштабный и крутой, как я делал на старом канале, но для этого нужно немного времени, чтобы я набрал обороты, чтобы я смог выдавать тот результат, который я выдавал тогда, потому что сноровка в любом случае пропадает, нужно вернуться к тому же темпу работы, чтобы выдавать такой же качественный контент. Будут влоги, будут челленджи, будет все, что я захочу, все, что захотите вы. Собственно, практически, как я и делал это на том канале, но теперь руки абсолютно развязаны, мысли свободны и можно забирать все ниши, которые только захочу. Очень важный момент. Я еще на том канале заметил, как мой конкретно зритель любит лайв. Не полностью сконструированные ролики, сценарные какие-то вот прям такие-таки, а вот обычную жизнь. Мы уже вернулись с Турции, будет один-два выпуска с Турции, будет еще один клевый выпуск. Мы приняли решение, что вот у этой колбаски будет подружка или друг, поэтому в ближайшее время ждите крутой влог. Ну что ж, сделаем небольшое отступление. Очень интересующий вопрос многих людей. Какие социальные сети у меня сейчас активны достаточно? Телеграм-канал активно очень веду, ссылочки, соответственно, все будут в описании. Буду периодически вести трансляции вместе с Али, просто общалки, какие-то игры. Подписывайтесь. Запрещенное в Российской Федерации мета-инстаграм тоже пытаюсь вести. ВК-группа достаточно активная, поэтому в общем все свои социальные сети я оставлю в описании. Подписывайтесь и на YouTube тоже не забывайте подписываться. Ну что, перейдем к самому интересному, но перед этим очень важный момент. После моего официального ухода из лиги, многие даже, кто смотрит этот видеоролик, задавались вопросом или даже задавали его, и задавали много вопросов вообще по этому поводу. Очень важный момент. Ту информацию, которую я посчитаю нужным донести сейчас вам, я донесу, но, естественно, не все, потому что это очень лично в любом случае. И что бы ни происходило, ребята из лиги и команды, я их безумно уважаю. Очень убедительная просьба. Что нужно сказать, я скажу. И надеюсь, после этого ролика вопросов будет меньше, и вы все поймете. Хочу перед вами искренне извиниться. За что мне безумно тяжело говорить, это почему меня не было практически полгода. Извиняюсь я за то, что всем нагло врал, что я ухожу по личным каким-то причинам, потому что мне нужно решить какие-то свои проблемы, свои вопросы. Это не так. Возможно, я кого-то поверг в шок, но сейчас я с вами максимально искренне и полностью открыт. Да, полгода меня не было не потому, что мне нужно было решить свои проблемы. Полгода меня не было, потому что мне так сказали. Произошла определенная ситуация, я думаю, многие о ней слышали, после которой мне сказали пропасть и перестать вести любую медиа деятельность. Мне было очень тяжело, я не знал, что мне делать, я не мог найти себе место, потому что я этим жил. И все вы были моей семьей, потому что, ну правда, я каждый день просыпался с мыслью, что бы сегодня там снять сториз, какой-нибудь интерактивчик, там типа что-нибудь с Али прикольное сделать, там фотки, не фотки. Ну вообще, это просто было моей жизнью. С течением времени я принял решение, что я так не могу, что не могу я врать, не могу сидеть на месте и нужно что-то делать. Вот, собственно, поэтому у меня новый канал, поэтому я ушел из лиги. Я думаю, все плюс-минус понимают ситуацию. Отсматриваю материал, забыл кое-что еще рассказать. Я читал большое количество сообщений по поводу контрактов и все, что с этим связано. Хочу ответить на этот вопрос. Контрактов у меня ни с кем никогда не было. К сожалению, к тому каналу у меня доступа больше нет. Да, я потратил огромное количество сил, времени, да вообще всего на этот канал, но не будем на этом останавливаться. Надеюсь, вы будете со мной, будем идти только вперед и дальше нас ждет еще больше. Отвечу на несколько часто задаваемых вопросов в том же моем телеграме насчет возвращения в лигу. Скажу, что вероятность этого очень мала, катастрофически мала, поэтому, я думаю, скорее нет по определенным причинам. Осталось ли какое-либо общение с командой и лигой? С кем-то я продолжаю общаться, естественно, это с Данией, с моим оператором, потому что мы даже помимо работы очень много дружили, общались с Кристиной, моим менеджером, бывшим, очень хорошо поддерживаем Connect. Вот, как-то так. Еще часто задаваемый вопрос, будет ли какой-то совместный контент с лигой и командой? Отвечу так, я думаю, нет, потому что на данный момент это не актуально, потому что мы не общаемся. Подводим итог. Прям, знаете, камень с души. Это был очень эмоциональный ролик, хоть я не знаю, можно ли его назвать роликом. Будем идти дальше, будем идти вперед. Я не остановлюсь, будем просто бомбить. Будем бомбить вместе, вместе с вами. Оставайтесь со мной, я безумно вас люблю, очень скучал. Ждите контент. Дальше больше. Ах да, кое-что забыл. Уважаемый Егор Крид, прости меня, пожалуйста, за мои слова. Не обижайся, честно. Твои рефералы самые лучшие, ты не кринша, вообще маник у тебя на самом деле клевый. Прости за то, что не хотел исчезнуть и возвращаюсь. И, как говорится, да, порою было нелегко. Теперь от всех проблем меня везет ломбо.